В 2015 году фанатов сериала «Твин Пикс» потрясла неожиданная новость. Стало известно, что скорее всего в мир выйдет третий сезон эталонного мистического сериала, у руля которого стояли Дэвид Линч и Марк Фрост. После объявления прошло два года, которые включили в себя массу сопутствующих событий. Линч, работавший над новым сезоном, вроде бы покидал проект, но потом сразу же возвращался, переписывал сценарий, ссорился и мирился с боссами телеканала, которые почти что отзывали заказ. В общем, пытался любыми способами дать толчок, для ускорения работы над созданием продолжения. Не обошлось и без реальных потерь в виде актеров, как из оригинального сериала, так и из его киноприквела «Твин Пикс», «Огонь, иди со мной». Но кроме потерь, было и то, что можно смело назвать и приобретением. Речь идет о романе соавтора сценария сериала Марка Фроста, «Тайная история Твин Пикс». Произведение, написанное в модном формате докуфикшн, сплетение реальной исторической документалистики и откровенного вымысла для достижения у читателя ложного ощущения реальности происходившего, разделило фанатов сериала Линча на два лагеря. Причиной этого стало содержание романа. Почему же одна часть любителей «Твин Пикса» хвалит роман, а другая нещадно его критикует и говорит о том, что его существование нежелательно? 26 лет назад финал сериала был скомкан ввиду падения рейтингов. Главным итогом осталась недосказанность. В чем она заключалась? Авторы, «Твин Пикса», не удосужились познакомить зрителя с предысторией событий. Пробел много лет спустя и решил восполнить Марк Фрост. Многие зададутся вопросом, а стоило ли это делать, ведь сам Линч знаменит тем, что не особо горит желанием рассказывать о том, что предшествовало жизни героев его фильмов и сериалов. Даже наоборот, с помощью этой недосказанности он хочет держать зрителя в неведении, и играть с ним с помощью постоянного изменения личных характеристик, чтобы не давать зрителям возможности включать логику. Проблема и в то же самое время преимущества, тайны истории «Твин Пикс», заключаются в том, что этот роман отбирает у Линча пространство для маневра, и тем самым делают историю героев более понятной, и предсказуемой. С самого начала и до последней страницы, он просто набит информацией. Вся она вписана в рамки досье, которое ведет архивист и которое изучает некий агент ФБР. Личность обоих скрыта до самого конца, дабы держать высокий градус интереса. Что же содержится в этом досье? Практически все, что можно использовать для понимания сути происходящего в городе и его окрестностях. От отрывков писем о нахождении территории будущего города, эта история вписана в рамки экспедиции Льюиса и Кларка после знаменитой луизианской покупки, до исчезновения агента Купера. Информация порой даже излишне разнообразна, да и ее массив может ввести в заблуждение. Кроме того, возникает вопрос, стоит ли вообще верить информации из этого досье. НЛО С каждой страницей все происходящее становятся пестрее и загадочнее. Карлики, совы, великаны, индейцы, женщина с поленом, Джази Пикард, рассказы о различных локациях как в Твин Пикс, так и далеко за его пределами. Все это выглядит настолько невероятно и откровенно, что разум читателя находится под постоянным давлением. Фрост его провоцирует и достигает немалого успеха. А логично ли все происходящее? А стоило ли выносить все это на показ? А не пострадает ли третий сезон от того, что все стало вроде бы и понятно? На все эти вопросы читатель, которому все вроде бы разживали, должен ответить самостоятельно и после этого он смело приступать к просмотру новых серий, с абсолютно разрушенной от обрушившейся информацией головой. Абсолютно в духе героев фильмов Линча. Субтитры создавал DimaTorzok